Альянс. Очень страшное противостояние. Возможно, одно из страшнейших. Погибший от OG. И сейчас они будут драться не на жизнь, а на выход в финал европейского части турнира. Поэтому все может быть очень серьезным. И мы все, наверное, ждем просто Манки. Манки Кинга в бане ждем уже от Альянс. Я жду его в исполнении от Maybe Next Time в очередной раз на четвертой позиции. Если он появится, ну это, знаешь, такое небрежное отношение к своему пику. Альянсы сразу, сразу убирают его. Первые же бан у нас. Ну, знаешь, молодцы. Подготовились. Смотрели вчера наши игры, конечно. Они смотрели и просто, знаешь, такой капелька пота такая стекает. Нет, нет, они не должны его взять. Ну, собственно, друзья, стоит немножечко сказать о том, как проходит вообще данный турнир. Почему он такой веселый? Почему о нем так, скажем так, радостно отзываются сами игроки? Почему они говорят там в своих твиттер и соцсетях, что они наслаждаются игрой здесь? Тут очень интересная система выбора героев. Во-первых, герои, которые использованы уже в данном Best of Treators, если вот сейчас у нас так или иначе 10 героев будут забанены, 10 героев будут пикнуты, они не могут появиться на второй и третьей карте. И, соответственно, к этому в довесок еще 30 героев забанило комьюнити на этот игровой день. И мы видим, что, слава богу, всех вот этих метовых, стандартных, сегодня даже Дроу Рейнджеры, они, смотри, забанили, молодцы. Луна, Шедоу Демон, их мы не увидим и слава богу. Ну и плюс у нас есть такой дополнительной вишенкой на торте специальный бан от Санцбэн, собственно. А, Санцбэн от Санцфэна. Убирается Висп сегодняшним баном. Ну и вот комьюнити также убрала Кентавра и Тимберсо, которые вчера очень так неплохо нарезали и появлялись в пиках. Один раз, к сожалению, да? Возможно, к счастью. И тем временем команда Альянс, она решила опять сыграть более-менее обычную игру. Появился у них Лайфстилер вместе с Вингой. Не хватило им Сладара, конечно же, но комьюнити уже позаботилась о том, чтобы его в пиках не было вообще ни у какой команды. А вот, кстати, Лайфстилер появляется впервые, потому что до этого как раз-таки комьюнити от него постоянно избавлялась. Ну и посмотрим, как воспользуются данные возможности сейчас у нас с шведами. А по Адфинам пока пошли по более спокойному пути. Взяли себе Хардлайнера, взяли себе Саппорта. Вместе с Изоларом будут вытворять какие-нибудь страшные вещи. Есть опять-таки у нас Блайн Лайт, который может Лайфстилера выключить и будет бегать, пытаться кого-то пробить. Ну, это, конечно, ситуация может оказаться крайне не на руку команде Альянс. И Адфинам просто-напросто снесут их за это время, пока он под Блайн Лайтом находится. И уже ничего ты не попишешь. Мы видели, как вчера играет команда Адфинам. И играют они очень резво и не дают возможности просто реабилитироваться. Они играют агрессивно, во-первых. Во-вторых, они абсолютно не, скажем так, расстраиваются, если у них что-то не получается. Проиграли там какой-то замес, погибли в пятером, что страшного. Снова собрались, пошли под смоками, сделали пару минусов, подняли себе боевой дух и играем дальше на уровне с противником. Альянсы же демонстрировали пока на турнире очень планомерную доту, как, собственно, они и привыкли играть в профессиональных играх на стандартном ЦМе. И все время укрепляются планомерно по карте, никогда не рискуют. При любой удобной ситуации идут фармить, еще какие-то айтемы добирать и не вгрызаются, так скажем, стервенело в базу противника до конца. Ну, за счет этого их можно действительно подловить и закончить игру банально раньше, чем они того ожидают. Но, с другой стороны, пока это сработало на 50%, да, одну игру они проиграли, а вторую выиграли, конечно. Но, сейчас у них есть еще шанс взять себе более-менее обычных героев, чего не делает Адфином. Они опять показывают нам Тролльуа... Ну, не они опять, да, а опять Тролль Уайлорд у нас заходит в качестве пика для команды. И ответом послужил тот самый Найт Сталкер, о котором мы уже упоминали на предыдущих играх. Ты знаешь, есть такая возможность у вас на Лиминейшн Модзе раскрыть свои пристрастия к тому или иному герою. То есть ты его в ЦМе не возьмешь, в Мете не поймут, а здесь можно признаться, мол, я вот увлекаюсь. И действительно, Тролль Вайлорд показывает себя вариативно. Думаю, наиболее правильное уточнение будет относительно текущей стадии турнира. Где-то заезжая где-то не очень. Сами Альянсы им воспользоваться не смогли в первом игровом дне. Но в целом в хорошей комбинации он смотрится прекрасно. Главное сейчас Эдфинам эту комбинацию дополнить. Им нужен как раз-таки герой, который под бафом Тролль Вайлорда сможет вносить достаточное количество физдэмэджа. Сейчас в интервью верно. Просто Аганим себя собирает, чтобы Артик Бёрн у него всегда работал. И еще Скади какой-нибудь, да, чтобы максимально просто идти воевать. И по Тролль Вайлордам я знаю. Трика... Во все тяжкие ты хочешь, да? Понимаешь, там очень страшные вещи можно смотреться, если играть. Поэтому я готов ко всему, что здесь могут показать у нас профессиональные игроки. Мы уже видели, что эти интересные стратегии ребята выбирают. Действительно, и Абаддона мы видели, корр-исполнение вчера. Вот Аджин, тыл на нем прекраснейший отыграл. И, скажем так, свою статистику на профессиональных турнирах именно как корр Абаддон поднял до небес. Ну и сейчас, возможно, также кто-то появится нестандартный. Нужно напомнить, что капитаны пытаются сейчас пикнуть и забанить героев, ориентируясь на то, что им как минимум вторую игру придется играть. А если вы будете неосторожны, не оставите себе какие-то заготовочки на третью игру, можете там сесть тужу, когда пика уже будет заключаться из 42 героев. То есть, друзья, на третьей карте, на которой, я надеюсь, мы доберемся, 42 героя. Это весь пул, из которого могут выбирать капитаны. Ну, как показал практика, 42 героя достаточно много и находят для себя пики коллектива, поэтому есть возможность развернуться. И сейчас Альянс пока еще добирает себе опять Вайпера. Пытаются вновь задавить, тем более, более стандартными вариациями развития событий. Вайпер тоже периодически и на просто сцене появляется и в обычных капитан-модах, поскольку есть у него определенные преимущества, за счет которых он может и раны прийти убивать, и, в общем-то, на ранних этапах выдерживать какие-то ганги, неожиданные в мид-линию, если потребуется. Ну, действительно, у Альянса сейчас очень спокойным, кажется, пик, без каких-либо изысков, а вот от Финнам куда более, скажем так, необычно решили выстроить свою стратегию на первой карте. Но мы уже видели, что они знают, что делают, и свои пики, пускай и не стандарты, отыгрывают на уровне. Ну, и остается последний пик и для команды Альянса, и для команды от Финнам, и нужно добирать уже какого-то серьезного героя, действительно, для от Финнам, потому что Винтера Верна, конечно, хороша в качестве коры героя, несомненно, но нужен кто-то еще. Потому что вдвоем воевать против Lifestiller, Night Stalker и Viper будет не очень приятно. Мы это прекрасно понимаем, там, ну, социально сна месяц, допустим, и ты 6 секунд просто смотришь, как тебя избивают два самых неприятных товарища, Lifestiller и Viper. Тут, кстати, стоит, друзья, напомнить, несмотря на то, что мод очень интересный, очень, скажем так, полюбившийся коллективом, призовой фонд у турнира неплохой. 25 тысяч долларов, 12 тысяч за первое место, 8 тысяч за второе, и по 2,5 тысячи получает 3 и 4 место. Поэтому ребята тут заинтересованы максимально в том, чтобы выигрывать. Тем более команда, которая сейчас побеждает, она уже гарантированно обеспечивает себе 2,5 тысячи долларов. Да, поэтому сейчас действительно хотелось бы себе эти деньги заполучить, и, в общем-то, сам титул призера, да, первого места, бронза, скажем так. И поэтому побеждать, конечно, нужно. Вкладывать в это все силы и, естественно, все свои стратегии, которые вы потом нигде уже не реализуете. Да, безусловно, потому что просто не представится такой возможности. Пудж появляется последним пиком от Альянса, ну и, собственно, видели мы уже пуджей разных. Будет наиболее точно уточнить так, что нам демонстрировал Эллюминашн мод. Вот Джерекс, конечно же, с первого игрового дня мне очень сильно на нем заполнился. Но видели мы и пуджа, который останавливал собственные атаки. Это было вчера. Если кто-то присутствовал на трансляциях, он помнит, как Тинни от него страдал. Но тем не менее, тем не менее, он был неплох. Стоит отметить, что как бы в остальных моментах, кроме вот этих трех хуков, там все было крайне неплохо. И я бы даже сказал, очень хорошо, а сколько благодаря пуджу там очень многое было выиграно. Да, и в любом случае они смогли победить. Вот что самое важное, что там он пытался останавливать атаку, чуть отдалил игру, это не проблема. Ну и сейчас последний пик, ответный от Твином. Кого же они возьмут и как расставят по итогу лайны, станет понятно именно сейчас. Хотя мы видели интересные перевороты уже в ходе самой игры, когда просто под давлением противника приходилось лайнами-то свапаться. Ну видишь, тролли уже нам показывал товарищ Мадара, и пак в мид-то совершенно спокойно, тем самым, да, Винтер Виверна Кор, я же говорю, сейчас смотри, она пойдет в хардлинию вместе с кем... Да нет, но тут есть Никс, ну что-то это не надо, все, успокойся. Никс пойдет в Флейн, все будет стандартно. Но с Кадиной Виверна... Нет, не надо. Агоним. Успокойся, тебя Интер Лайнами покусал, который там двухгодичной давности. Но, друзья, так или иначе, ставки сделаны, ставок больше нет, и первая карта у нас начнется именно в таких составах по героям. Сейчас же нужно несколько, наверное, там дать минуток зайти ребятам в лобби, будем надеяться, что сегодня технических проблем не возникнет, и если кто не в курсе, естественно, данный пик, данный драфт происходит не в самом клиенте игры, на специальном сайте, в котором команды могут увидеть то же самое, что и мы с вами. Весь этот список забаненных комьюнити-героев, поплакать, что забрали все их сигнатурочки, и начинать как раз-таки придумывать что-то интересное. Потихоньку потирать ручки, что Текис и Аркварден не в бане. Мипа. Секретная стратегия. Мипа, да, Мипа тоже опасен, не стоит забывать об этом. Действительно, там можно не слабо так прилететь, если вы встретитесь с этим парнем где-нибудь на третьей карте, и там не заняться других героев, которые смогут вообще с ним сражаться. Я бы Пээлла, знаешь, вот посмотрел. Мы каждый день делаем какие-то вот пожелания, кого бы из героев мы хотели увидеть. Я бы очень хотел увидеть Пээлла сегодня. У меня осталось Энчандрес вообще, я прям, ну, все, доволен буду максимально. Ну, слушай, Аркварден, да, точно, мы не обсуждаем. Это вне категории. Вне конкуренции, это уже заоблачная какая-то действительно вершина уровней игроков, после которой они становятся недосягаемыми. Ну, и, кстати, Ататфинам я бы такого ожидал вполне. Однако, вот, что показывает нас команда Альянс, у них все более приземленное в этом плане. Поэтому пока будем надеяться, что есть шансы, что эти пассеты появятся, однако лишних надежд стоить, возможно, не стоит. Так или иначе, друзья, мы будем переключаться уже непосредственно в саму игру. Пока же ребята у нас залетают в лобби, мы напомним в очередной раз о розыгрыше, который проводим совместно с G2A. Все, что вам нужно сделать для того, чтобы стать участником розыгрыша 11 предметов Dota 2 и Counter-Strike, это перейти по ссылочке из чата Твича на страницу с розыгрышем, ну и, конечно же, выполнять простые условия, на нем указанные. Это перейти на сайт непосредственно G2A, подписываться на социальные сети, увеличивая свои шансы. Друзья, до конца розыгрыша остается уже менее 4 часов, поэтому у вас последняя возможность как раз-таки поучаствовать и успеть и выполнить максимальное количество условий. Ну а у нас начинается первая карта встречи Этпинам и Альянс, полетели телепорты. Бест оф 3Е, напоминаю, что проигравшие действительно не получают ни копейки и уходят с 5-6 местом, огорченный, что не получилось реализовать все свои тайные желания. Тем временем уже Skyluck, да, ушел поставить ворды во все леса, ну и там тоже бегут кого-нибудь найти команду Альянс. Ну и, пожалуй, представим все-таки коллективы. Команда Альянс, начну с них, Хэнскин играет на Найт Сталкере, Лимп, садится на Вайпере, Лодан, на Лайвстиллере, ИГМ, на Вэнгфул Спирит, на Йонсон, Фэнн, на Пудже. И тем временем, Мэтт Финном, представленный Спартаном, непосредственно на Киберовой Лайде, Мадара садится на троллю Варлорда, как исполняет на паке Maybe Next Time, с меню Лангки Кинга непосредственно на Винтера Верну и Скайларк на том самом Никсе. Ну и что ж, пока Альянсы не стали слишком далеко, остановились ближе к своей баллунтируне, не проявили никакой агрессии, есть у них один вард, даже не до того, чтобы на хайграунде, просто чтобы видеть руну на реке, и если вдруг кто-то будет подход к этому организовывать, то еще и это можно захватить в остальном. У нас пока ситуация более-менее спокойная, разве что сверху, вот Лода-1 ходит, его сейчас на варде-то видят, что он там, поддержки-то нет. Знаешь, вот как бы сейчас диссонанс не возникнул, если мы вспомним предыдущий игровой день, Альянсы любят играть первую карту очень спокойно, прощупывая противника, нарабатывая преимущества, никак не реагируя на выходы, скажем так, противника, и Эдфинам, которые делают все с точности наоборот. Они готовы к ранним дракам, они очень часто эту раннюю агрессию проявляют, и придется Альянсам, скорее всего, подстраиваться и терпеть какие-то выходы. Ну и вот эта сама агрессия сейчас реализована очень неплохо, три баунтируна достались команды от Финнам, и тем самым нереальный буст для такого этапа, для нулевого минуты, это очень даже неприятность, то есть буст действительно мощный. Ну, скажем так, просто переиграли, это опять же и вам там лишнюю улыбку подарит, плюс к морали, перед началом игры фага уже неплохо пробивает вайпер, и, конечно же, паку здесь будет довольно проблематично находиться на линии, без поддержки суппортов, которые рано или поздно к нему обязательно стянутся. И, смотрите, Пудж также находится в линии от команды Альянс. Все-таки ждем мы от него каких-то ромов, тем временем на топе уже Скайларка подцепили. Очень неплохо его условуют, пытаются тут как-то с топом подостановить, и Скайларк должен погибать. Пытаются, да, конечно, как-то пробежать к своей вышке, но, тем не менее, Ферсбланд у нас для Хэнскина, и Найсталкер открывает эту серию убийств сегодняшней карты, и тем самым вырывается немножко вперед, отомстив за похищенные баунтируны. Безусловно, нужно чуть аккуратнее будет вести Никсу себя на линии, но нас на боте. Тролль Варлорд без какого-либо сопротивления со стороны своего оппонента будет фармить, и это очень неприятный момент. Расфармленный тролль может доставить неприятности уже минуту на 25-й, да то и раньше. Конечно, пораньше. Там ультимейт прожмешь, и уже не так-то здорово стоять. Потому что у него уже сейчас свое преимущество в два, в три раза фактически над Лайвстилером, это, конечно, страшно звучит, так, три против восьми. Но, тем не менее, уже определенная пачка крипов позади. И, смотри, на верхней линии опять продолжают сражаться, подсадили вроде и Гэма неприятно, но хватит ли урона, чтобы пробить или просто прогоняют отсюда? Ну, разбудят на какие-то фласки, выбивают под хил, который с базы принесли. Это все нужно делать обязательно. И кому же у нас первая, собственно, рун-то достанется? В топе Эрриген, отличная руна для мидеров, и хорошо бы ее как раз-таки Вайперу сейчас подобрать, но если он отойдет с линии, даст Паку несколько секунд спокойного фарма. Ну, эта руна действительно может переменить ход положения сейчас, и он ее подбирает, ко всему прочему. Так что вопрос у меня больше к Мэйбинэкстайму, который около Трой Валарда сейчас бегает, который совершенно спокойно может стоять и в одиночку, а вот там лет сверху приходится и как не сладко, и, возможно, им стоит помочь. И у тебя самые стаки, которые он сейчас пытается сделать, или там опыт себе получить, ну, можно и с Доминатором потом оформить. Безусловно, и я бы также позаботился немного все-таки о мидере команды от Финна, потому что ему очень тяжко против Вайпера. Видим мы личную статистику мидеров коллективов Альянса от Финна, кто исполняется сейчас на Паке и Вайпере, и видим, что также практически на равных вроде бы и проценты, но опыта-то побольше будет Пага. Ну, действительно, Пак очень неплохо себя раскрыл, как мы видим, да, уже 40 матчей, это очень даже серьезный показатель. Тем временем, сверху у нас опять Скайларк пытается подцепить есть, также Станбл ловит на Карапас и отгоняет обратно под вышку. Товарищ Никса в этот раз убить не получилось, не было найти Сталкера где-то здесь неподалеку, он бегает вообще ближе к крипам, вражеским, к своим крипам в лесу, где-то там, и в результате Скайларк уходит. Тут еще и Пуч попытался как-то выйти во вражеские леса, но и Маадара его пытается выгнать с данной позиции. Пуч пока себя не реализовал и видим, что в целом ребята просто занимаются фармом. Кто-то в меру хорошо, кто-то в меру плохо. Основная тут, наверное, проседающая позиция пока это Никс, но в целом мы видим, что вот троечных героев Альянса, это Винггам, Найт Сталкер и Пуч также крипов не имеют и пытаются реализоваться за счет гангов, которых пока мы не видим. Но мы видели только один, он был в самом начале, сейчас нужно уже выходить либо в мид позиции, либо где-то еще, потому что на верхней линии уже вряд ли подставят, там еще и можно поймать этого самого ИГМа. В общем, полетела волна, есть подкоп, и волна проходит, нужно лишь два удара сделать, полетел Чакрам, пытается, если ИГМ хоть что-нибудь предпринять, то у него не получается, потому что урона все-таки у нас даже у котла может хватить, чтобы справиться с такой вингой. Ну что же, на топе у нас с разменой идут Лотовская Ларка, тут же еще задувочка от Гипервого Лайта, не стоит, наверное, так наглеть, но есть Рейдж, и все-таки прогонять будут Никса. Никс при этом еще и должен вроде бы идти агрессировать, по мнению команды Дэдфином, но проедается, конечно, фласка, и он будет фуловый стоять и ждать каких-то разменов по ХП. Тем временем, на нижней линии у нас приходит Хэнскин, пытается помочь Моадаре, но в результате просто-напросто погибает. Сейчас есть хук, правда, и он спасает своего товарища, а вот Скайларк сверху успел таки отомстить Лайстилеру, еще и за ЕГМом гонится в дальнейшем. Но это все Спартан, за счет своих волнов очень много урона выдает, и от которого вернуться Е можно, но ты не ожидаешь, что постоянно тебе будут их спамить, и возможно от этого отыграть пока у команды Альянс не получается. Ну, Скайларк вроде бы и без маны тут агрессивничал, но все-таки Киперовый Лайт ему в этом плане помогает чувствовать себя спокойно и на Крапасе, самое главное, ему будет хватать всегда, и таким образом вы можете уйти от Лайстилера и от той же самой Винги, даже если подает какой-то Найт Сталкер, по таймингу все поражать, и у тебя будет лишние 2 секунды спастись под Т1 вышкой. Тем временем он тот самый Найт Сталкер поставил в арт для вайпера и отправляется под руны волшебства искать себе жертву в ночь, тем более у нас на дворе и пассивка уже прокачана, поэтому есть какие-нибудь шансы, но увидели на варде, что отходит у нас и Икс, отходит и Кипер, отсюда пока что не живы-здоровы и подцепить так просто не получится. С другой стороны, у нас уже зажимают в клещи пака и если получится повесить на него сайнос необходимый, то серьезные неприятности у него будут. И... Ну тут маякнули, маякнули, Винтер верно дала, так что Найт Сталкер должен подходить опять же на позицию пака и пак просто то есть под Т1 вышки не выходит. Найт Сталкер же смещается на топ, пытается кого-то на подходе возможно словить. Может он найти там Спартаны и Кипер Влайт как раз таки от Найт Сталкер будет страдать очень сильно. Но все-таки не сошлись они в какой-либо файт. По-прежнему кружат вокруг этого пака герои Альянс и нужны уже сейв-телепорты по-моему на вышку, но просто на арбе уходит под Т2 и тут же на хукова ловят как же прекрасно отыгрывает Уджиктова от Альянса. Мы дождались необходимого момента, чтобы на иллюзере арбе на отходе удалось здесь вкукануть его и совершенно спокойно забрали без возможности для эскейпа. Все было реализовано крайне неплохо, но только так очень долго ждали и тем самым можно оказаться сейчас неудел. То есть ты потерял кучу времени на то, чтобы забрать пака, да. Но тут тем временем он сюда проходит и подошла. Кстати, команда Альянса Скайларк теперь уже в неугодной для себя позиции. Там еще и Спартана зажали, но есть у него телепорты и тем самым он спасется отсюда. Но вот не забыли сместиться, потому что очень долго там катил на себя Лода и за счет этого получилось и Хэнскену помочь и в общем-то заработать дополнительный фраг для команды Альянса тем самым вырываясь немножко вперед. Безусловно, все вроде бы от Фина мы понимали. Понимали, что с тремя героями они еще как-то могут повоевать. При этом, если бы они забрали Лоду, это был бы уже размен в плюс. Но в тот момент, когда подошли уже вчетвером, просто Спартан сказал извини друг в следующий раз и Скалайку пришлось отплачивать своей жизнью за уход хотя бы с суппорта. Но по-другому разыграть позицию было лучше невозможно. Вот, на показах как раз таки реплей момента, где отлично была реализация кайта, скажем так. И на Хук на Вижен был очень даже приятный. Ждал в путь своего момента звездного часа и он дождался его. Далее, что будет делать команда над Фином. У них уже снесена вышка снизу. Тролль Вард по-прежнему у нас на первых позициях. Поэтому ему жаловаться не на что. Возможно только лишь на то, что его герои сверху немножко подфидали Лоду в частности. Но это не так страшно. Честное слово. Это фраги, которые сделаны до десятой минуты и пускай даже в нынешнем патче они не станут скажем так критически важными уже минуты на 20. Самое главное до этих 20 минут дожить. При этом Скаларка еще ворует руну на топе и убивает ЭГМ. Что ж такое-то? Пленер пытается реабилентироваться и Лода говорит ну вот его убиваешь и убиваешь а потом свои же отдаются и фидят. Тут же еще лучше не дотянулся своим хуком и Скайларк спокойно дожидается прихода Спартана. Тут теперь уже альянсом стоит поосторожничать и отступить под Т1 вышку. Действительно здесь тоже интересный момент вроде у вас и вард стоит и вы знаете что Амикс подходит к вам и все равно ЭГМ от этого не отыгрывает никаким образом и не боится того что его могут убить хотя уже один единожды и уже теперь дважды точно в такой же ситуации его убивали. Так что я думаю сейчас возможно стоит изменить подход к своей позиции в лесах даже если ты в своих лесах. Ну что же у тролля Варлова самое главное есть уже доминатор и с скрипом он может даже какой-то выход предпринять если понадобится хотя бы прийти засейвить своего мидера. Альянсы они уже вот пушат желанием подраться при этом Вайпер подошел слишком близко поймали вон Дримкоил тут же есть задувочка от Спартана подходит Скайларк нужно выдать контроль и просто не хватает секунды чтобы по таймингам все выдать но идут драться под Т1 противника сейв ТП нет сюда же пришел пуш не дотянулся полком до бага и сейчас от финнам вроде бы могли бы и отступать но у них прям вот кровь стучит в жилах они хотят бежать и драться дальше. Отличный выход на Вайпер реализовали всех героев сейчас и забрали тем самым очень быстро в отличие от того что помнишь да они там две минуты стояли ждали чтобы этого пака забрать втроем конечно но здесь моментально вышли убили и сейчас пойдут по своим делам и тем самым времени не потеряют на какие-то лишние раздумья на стояние просто-напросто то есть это классические скажем так две стороны одной монеты если вы долго пытаетесь кого-то убить вы просто не находитесь на линии не фармите не получаете опыта и денег скрипов и что важнее вам на ранней стадии игры вы там получаете за фраги куда меньше чем за минуту нахождения на линии при комфортном фарме а вот сейчас пуш кажется промахнулся не только хуком ну и поворотом в этих лесах потому что скайларк поймал его на стадо ставили без маны приходит сюда еще и пак и реабилитирует за вновь и вновь пускай вайпер опережает его по крипстату в два раза но пак-то себя чувствует сейчас не так уж и плохо еще и рунобогатство ему достается крипстату пака это дело конечно не самое лучшее тем более против вайпера там воевать то ему гораздо приятнее поэтому сейчас паку нужно реализовывать свои дримкойлы свои прокасты за счет саленса опять-таки очень неплохо это смотрится против того же той же винги против того же найт сталкера на таком этапе и соответственно ты можешь запросто кого-нибудь убивать совместно с совместными усилиями какой же здесь выход этот финн по итогу получается потому что они в инвизе находятся троллер скрутил свои топоры винга уже погибает погибнет так же и найт сталкер и просто путь семенит своими ножками пытается уйти вышки то нет убегать некуда придется бежать до т2 и мадара не отпускает до конца гонят этого суппорта и последняя точка залетела в спину мадара уже набирает превосходство сюда же пришел лод и скаларка подцепили заслоуили и его же пытаются добить до конца лода пускай есть карапаси я уже думал неужто отпустит но инвиз там добирается о е в медлинии тем временем тоже у нас происходит замес очень бедовин также погибает винтерскерс успел навесить мадара все еще жив но его тут хотят приговорить есть стана и сталкер тоже подбегает есть у него сайлен соответственно потребуется если догнать слушай пока что размонсил но войд не прощает у нас и в результате хэнскен погибает хэнскен убивает мадару так и есть при этом прерывает серию убийств и таким образом отдает мандара стрик своему оппоненту что неприятно 12 минута начался наконец-то экшен ну и чувствую что сейчас он будет регулярным 8 уровень есть уже у нас кубака талантов пока еще далековато да и вопрос предпочтет ли он их своим спелам что часто всего не делают коры на таладонных позициях изначально раскачиваются уже на 14-15 берут себе бонусы чтобы сразу до 2-го дотянуться более приятного и более значимого на данной стадии пока лучше действительно выходить в какие-то себе спалы нежели таланты там уже у нас зажимаются динга заходит и джим очень опасную позицию сейчас если даст информацию для того же юнсенфена будет гораздо опаснее находиться все таки команде от финнам теперь в этой ситуации поэтому отходит пока что понимая нету информации по собственному даже лесу и вынуждены отступать вынуждены отступать альянс и спокойнейшим образом сейчас просто заходит на Т1 вышку в спину заходит скайларк может неплохо поймать на дримфойл пак уже себя вроде бы реализовал есть задвучка первая от спартана сейвит винтеру верно и пуч выхукивает отличнейшим образом никса никс таверни размен пока пользу команда альянс вайперстрайк залетает мадару и сейчас нужно чуть отступить выигрывают себе время фокуса не хватило тот же самый пуч не является самым худым персонажем в игре да ну видишь на дримфойл подцепили вайпера подцепили сейчас лайфстилера и лайфстилера просто прожал рейдж тем самым нивелиров всю угрозу для себя ну а вайпера просто нельзя было убить он плотный очень и там нужно было гораздо больше фокуса и за счет этого они пережили в общем-то начальную агрессию и тем самым с разворота получилось рассредоточившуюся команду от финном подцепить ну и никс оттуда уже не ушел живым спартан очень нагло себя ведет на топе потому что у него нет никакой поддержки сюда потянулся уже и венга и можно сейчас спартана пробовать наказать будь ли какой-то стан есть вап неплохо спартан понимает что он отсюда уже вряд ли уйдет ну и загулял кипер вайл тут ничего уже не скажешь другого мстит конечно венга за то что за свои смерти в лесу если не получается никсу то хотя бы хотя бы за лору но в любом случае очередной убийство для команды альянс не самоприятная ну и заработанный фраг тоже даст ник трибуста и тем самым еще и линия у нас приостановится потому что кипер как-никак очень серьезно ее отпущивает сейчас у нас у тролля появляется яша нужно тебе ее привести и вопрос будет ли выгодиться что яша либо же он предпочтет себе какой-либо другой артефакт на и сталкер собирает классический аганим ну и вайпер на топе стремляется конечно же к драгон лэнсу у него уже есть доминатор в ответ доминатору на тролле и можно им будет неплохо разыгрывать при этом таскает за собой кентавра ну видишь как у нас троллер раскачивался в предыдущей игре он собрал себе яшу потом бкб потом уже сашу яшу да так и есть вот так что сейчас может в принципе не особо ничего не менять бкб тоже полезно здесь из саленс сбросить и в общем-то прожать допустим избежать станов поэтому также не очень плохой вариант возможно и без бкб сейчас обойдется на первом этапе очень интересный момент стоит ли он оно вообще того чуть успокоилась игра ребята сейчас пытаются заниматься больше фармом и ждут ошибки со стороны друг друга понимаешь что ночь также и от финнам и сейчас воевать с сталкером лишний раз не стоит но выход будет на лоду тут задувочка от киперлайта уже начинается мадара рядом но просто рейдж и бежать отсюда пробьют его конечно физушкой но это несущественно а вот зачем сюда прилетел пуч большой вопрос потому что его то увидели и будут ли устремляться в погоню нет отпускают и скайларк просто вместе с командой запушит и один вышку возможно наделось значит того что вдруг если собьют телепорт каким-нибудь чудодейственным образом то он будет готов кукануть своего союзника но этого не потребовалось и он благо успел отойти в безопасную позицию но тем не менее еще одну вышку потеряла команда альянса и все меньше и меньше у них выгодных для себя позиций для драки хотя вот есть ворды которые предоставляют информацию о вражеском лесе сейчас и представляют примерно где находятся у нас ворды однако тут центр съедают мэйбинэкстайм просто в окружении находится к нему вроде бы уже подходят тиммейты и полетел сюда также у нас мадара на тронлорде правда вот мэйбинэкстайм к тому моменту может уже погибнуть еще одну тычку погибает конечно же в интерверно но там уже расправились с пуджом в ответ подцепили также венгу есть танк длинного голема и гэм свап просто подставляет вайпера но вайпер то плотный хотя вот сейчас без маны остается здесь и лимпа нужно пытаться засейвить как же гэм сейчас расплатился за свою жизнь сейчас еще и дримкоил вешать на хэнскин да и хэнскин также погибнет просто не просит там еще и гэм чуть было не погиб хотя слушай если иллюзерер не имеется иллюзерер попадается тут еще и лоду могут подцепить вот чем дело идут дальше твином это ребята которые не боятся заходить за т1 и за т2 но не поймали на стан и под рейджем конечно же лод лучше отпускать из этой ситуации но забирают еще и вышку и буст адвинов по золоту по надворсам должен быть сейчас очень внушительным видим что графики подпрыгивают до 4-5 тысяч и также по опыту 3 тысячи они в плюсе да на 17 минуте это не сказать что преимущество сумасшедшего разрыва но приятно с ним играть мидгейм нам показывают как раз таки повтор сейчас бежит он зажали виверну понимаешь что у него все плохо она просто на себя отвлекала внимание тем не менее 4-5 подрались очень даже успешно и вот тут большой вопрос стоило ли делать свап на вайпера поскольку умерли все равно по итогу все кто пытался спастись но при этом если бы свапа на вайпера не было возможно он бы и спасся да можно было альянсом отступить но ошибочное действие от венги в принципе рассчитывали может быть что он сможет выжить что он сможет отойти при этом лимб справедливости ради после свапа он не стал сразу же тоже отходить в сторону своего хг он остался на территории противника и пытался драться за что его и наказали ну и смотри от пинам то не успокоились сейчас на боте также будут драться за его рядом с этой 1 вышкой все можно с пуджом прощаться потому что мадара таких не отпускает при этом фраг достался все-таки спартану но с упорта лишний бонус не будет лишним дримкойл по двоим что ж вы делаете есть вроде бы тут смоки но надолго это не спасает эгэм здесь также погибли очередная отличная два минуса со стороны команды от финнам очень красиво все было сделано там стиль вновь за мэби next time кто у нас там в одиночку ходил 666 урон на показу что заработал никс во всей этой драке ну и вторая вышка уже будет падать сейчас по этой линии такое чувство что знаешь они альянсы один раз убили мадару и сейчас за него мстят на протяжении всей там игры но это это уже не совсем справедливо потому что альянсы сыпятся 15-9-19 минут у них т2 сейчас будет падать и альянсы не совсем представляют как им дефать да сейчас пуч кого-то выкукает но вопрос нужно ли это делать ты подтянешь себе всех от финнам они будут за своего тиммейта драться ну и тем более сейчас его уже заметили да нужно отступать будет половина хп у нас осталась у тавера и будут ли воевать потому что там уже есть лепорты назад и возможно пока что отступят без возможности каких-либо вылазок ну перегруппируются больше спартан при этом продолжает немножко запушивать линии для того чтобы комфортно все лайны держать и не волноваться за собственные вышки в целом макропреимущество по контролю за картой сейчас на стороне радиантов у них упала только вышка в медлинии это не суть страшно шрайн вам помогает немножко компенсировать этот недостаток хотя конечно шрайн дайров здесь куда более выгодный на топе конечно но с другой стороны сейчас опять у нас продолжается противостояние у нас лода в одиночку фактически стоит там где-то только пуш неподалеку находится но будут ли вылазить здесь есть подкоп есть также моноберни есть кук полетел и лоду спасают не успел повесить ни дримку ни сайленс сайленс даже не зацепил выдать то он конечно его выдал но результат результативность сайленсен фэн здесь показала себя с лучшей стороны смоки очередные разбиваются от финнам и будет выход во вражеский лес при этом перетягиваются на топ и хотят подраться с найт сталкером по всей видимости на боте то остаются только вдвоем у нас пак и кипрова лайта со спартаном а вот троица отправляются за ханскиным на топ линию успеет ли его подцепить вот в чем вопрос есть телепорт сбить его нужно скайларку прямо сейчас и успевают они это сделать ну и сейчас проблема у найт сталкера тем временем на боте погибает спартан но хотя бы размен уже должны от финнам организовывать правда летит на т2 у нас сэвить своего товарища венга и гм подумал не буду в этот раз я пожалуй свапать справиться и сам тем более ханскин здесь еще и ультимейт потратил да ну и догнать его не получилось совершенно никоим образом ночью все таки этот найт сталкер бегает невероятно быстро даже несмотря на то что никаких апнутых сапогов у него нет уже летит ему таки аганим к 20 минуте что крайне-крайне неплохо безусловно хороший результат от найт сталкера держится на уровне сражеским оффлейнером и чуть ли не догоняет мизера команды адпином единственный плюс у радиантов сейчас за счет кор позиции их тролль варвард опережает конечно и вайпера и лайфстилера на две с лишним тысячи монет вопрос в том как долго будет это преимущество сохраняться потому что если рассматривать действительно 6 слотовых каких-то парней то у ластилера есть некоторое преимущество за счет большего количества урона тролль варвард опять это компенсирует большой скоростью атаки тем более с наличием ультимейта такого серьезного поэтому если как-то затянут альянс у них появится шанс но не такой чтобы стопроцентный прям поэтому тянуть долго тоже смысла нет понимаешь в чем дело здесь тролль варвард своим ультимейтом работает по сути ну сугубо на себя хорошо пак возможно там несколько тычек выдаст в ходе замеса но он все равно будет летать на арбах раздавать касты а вот весь ультимейт роля здесь не распространяется на дроу рейнджер винд рейнджер который мы уже там видели в ходе игр на элиминейшн моде здесь работа будет только в один собственно таргет но с другой стороны если вы идете в пятером и у нас даже 4 саппорта бьют гораздо быстрее это тоже значительный вклад в общий тимдэмэдж поэтому ситуация не такая уж и плохая с другой стороны пушить можно этим уже вариацией этой же вариацией событий поэтому здесь ультимейт роли варвард неплохо скажем так то есть тот же инфест что по факту он тебе дает только ганги если ну и смотри в целом театрически на несколько секунд и можно хорошо допустим видишь тут не стоит вообще смотреть тут чисто на себя ориентированный ультимейт ну безусловно вот а утролял в принципе команду хоть как-никак но пусть поэтому есть очень даже неплохой вариант ну ладно от этой полемики мы уходим к пушу от финнам на боте т1 т2 вышки точнее распрощались и тут же запрыгивает пак просто на млинке и ставится тримкойл при этом заслугивает сейчас и лимпу но и успевает вот этот дополнительный контроль при этом подтягивает спартан поближе к себе вражеского кора правда вот курса от винтера верны не самая тайминговая бкб от мадары и просто не хватает фокуса в очередной раз вам они убивают только эгэм малой кровью альянса отделались на данный момент да ну и не получилось у нас никого хукану здесь пуджу на хайграунд тем самым команда от финнам уходит в добром здравии обратно на свои позиции но тем не менее забрали вышку забрали себе еще одного героя в копилку смерти для команды альянс и 16-10 счет по-прежнему пока команда от финнам лидирует пак пытается дособрать себе аганим очень сильно он забустит скажем так контрренционку для того чтобы останавливать альянсов и в целом мы видим что дримкойлы пока очень хорошие и качественно залетают с аганимом станут еще более опасными скайларк маякует ребята тут лимп правда к лимпу прилетает еще и венга не стоит скайларку здесь оставаться одному и он запалил всю команду противника здесь же залетает еще и станут длинного голема и понимает альянсы что-то тут нечистое на хг же камешек летел задумочка от свартана и отступают от финнам поближе к своим вышкам хотят заагрессировать немножко здесь альянсы но тоже очень странный момент все-таки на русскую территорию заходить когда бы в минус позиции находитесь такой опрометчивый себе план и пытаются сейчас еще и рошана забрать понимая о том что там есть дремку там есть ультимейт тролля понятное дело возможно винтерс керрес еще не откатился но в остальном ситуация для них казалось бы крайне неприятная но их это совершенно не тревожит они просто рошана забирают и аега себе так же подбирают у них была информация о том что на боте находится опять же мэби next time на винтера верни и на топе мадара на тролле соответственно быстро перетянуться эти герои не смогли бы на святыню бы прилетели в идеале но если бы они увидели телепорт они возможно бы и ушли с рошпита но поскольку продолжали герои запушивать лайны спокойно достался аегис команде альянс ну возможно в этом имеет некий смысл но тоже непонятен непонятен ход мысли команды от финна почему они так просто отдали этот сам аегис понимая что у них вроде как преимущество и в тимфайтах они пока что побеждают и вроде как поэтип побед тут опять пытался скайлакс бить тп но не получилось и вроде как эти победы шли очень даже уверены то есть если бы они сейчас еще выиграли то команде альянс вернуться было бы все сложнее и сложнее тут еще и смотри мэйбинэкс тайм возможно подрывать все-таки курьера дайеров но расконтролили и при этом еще и вернул мэйбинэкс тайм и к себе поближе спартан атака двину перемещается на топ-линию и будет сноситься последняя внешняя два вышка собственно как же быстро они это делают тиммейт тролля и собственно сам тролль который бустится опять-таки хотят заходить на хайграунд слушай такое ощущение что они аегис подобрали сейчас в том-то и дело что продолжают давить при этом пуп промахивается и пуш никого не выудил сейчас же по-прежнему рядом есть у нас вроде бы и волк прирученный и как же больно ты посмотри что делают слоты на последних секундах он уходит в инфест и ему сбивают аегис на вражеском хг подцепили мадару тут БКБ пытается спастись нужно его как-то вроде бы и выхиливать но выхиливали колбой по крайней мере волк который дает 7 баф задувочка от спартана и от финном выбивают аегис в пуша вражескую базу что-то пошло не так тем временем скайларка могут подцепить если телепорт сбивать нечем два удара правда имеются от лоды которые просто-напросто похоронили никса и остальные как-то вроде спасаются хотя тем временем Пака еще на Сайленс подцепили но нет это лишь только Юл и Лузерер и так оттуда спасаются но на исталке другого мнения у него очень большая скорость атаки и вроде как еще есть один воид но хватит ли возможности уйти бринкаут и под защиту мадара все-таки да не стоит так агрессивничать альянса потому что с разворота могут и от финном подраться при этом мадару еще к себе подтягивает поближе спартан заботится о всех корах и в целом спартан по-моему на протяжении последних нескольких дней просто великолепнейшим образом реализует всех своих героев а вот тут у нас очень спорный момент как раз таки спартан собирать себе тоже агоним а как он почему спорный момент потому что ночь почти все время за счет ультимейта Найт Сталкера ну в любом случае ты в какой-то момент проблик солнца будет но так ли позитивно этот проблик солнца тебе дает потому что ты тратишь очень много денег на короткий промежуток времени и не так уж он и позитивен здесь совершенно ну знаешь победители не судят осталось только победить собственно все очень просто выигрывают тогда и поговорим выигрывают а иначе мы же говорили ну ты же говорил хорошо Клоди у нас долетает небольшой буст дальнейший выход конечно же Мюнлер но пока только мой шторм но тем не менее сейчас отпушивать станет приятнее опять таки в замесах тоже будет команда от финнам проседать все сильнее и сильнее Йонсен Фэм вновь выходит на рыбалку но понимает что возможно время еще не пришло и ждет поближе когда к хайграунду подберутся сейчас у нас команда от финнам но тем не менее они подберутся вот в чем дело они сносят последние Т2 у них единственная цель теперь зацепиться за Т3 вышку не обязательно сносить бараки снесите Т3 и займитесь уже шрайном но здесь же подстреливает нас ханскен дримкойл на него не пожалели и хороший хук вроде бы от пуджа но драката продолжается а вот дримкойла уже нет есть вап также от ЭГМа пытаются застопить Кайларха и очень сильно по нему набрасывает вайпер есть maybe next time засейвил себя но это ненадолго вайпер страйк урса в ЭГМ это убьют но опять же фокуса не хватает сейчас от финнам мадара уходит в БКВ просто с ражской базой и от финнам нужно отступать срочно сверкая пятками они убили только лоду только лоду это корр вражской команды но при этом они все очень просели и нужно отходить у них нет ультимейтов у них нет дримкойла и нужно сейчас отступать потому что вайпер может просто на райт клике драться и дабл демэдж достается ханскен дар его чуть ли не подцепил не заслугивал топорами но самое главное здесь было не дать руну противнику конечно же нежели рель сдавать ее самому конечно вот тут тоже интересный момент у вас только что сломали т2 и ханскен идет бить крипов которые вот буквально в метровой досягаемости от этих врагов и ты понимаешь что ну там очевидно тебя пойдут убивать в том же направлении даже если не очевидно то есть такая вероятность а если такая вероятность есть то тебе лучше на базе сидеть иначе ну с другой стороны да ты а у тебя есть аганим что тебе еще нужно к такой ситуации ну вот смотри сейчас на этот сталкер кажется таки цыганим выдвигается на вражеские леса найдет киперового лайта и не успеть ничего ему сделать и улетает киперового лайта на базу непонятно все равно что он себе там выфармливал что так важно было стоять именно под натиском вражеских героев и вот тоже этот момент меня очень много да спасли его конечно но потеряли лоду в результате так что ситуация очень даже непонятная ну кстати несмотря на то что мандара является единственным скажем так дэмэдж физдэмэдж дилером в команде над финном выбирает он себе бонус довольно сейвовый на 20 уровне это плюс к здоровью он все таки понимает что играет против альянсов хотя лайфстилер лично очень рад подобному выбору вот действительно интересный момент и смотри что делает команда альянс пытается нахукнуть спартан теперь все понимает успеет ли есть свап и вот не простят конечно же так же стан правда так сюда привел есть лимб подвоем с разворотом мандара тоже хочет побоевать есть бкб у него но тут же ловит мембер на себя продолжается подкоп лишь по одному пуджу тем не менее его подняли в юл пытается побить еще и мэйбе на экстайм лимб сражается именно с ним один на один лода тоже хочет кого-нибудь найти ловит результат мэй себе здесь лодо добивая своего союзника а там мандара серьезные неприятности но подходит к шрайну вроде пока что поживут лимб пытается откинуться ультимейтом и пожить тем самым но не получится у него это так его обыгрывать с помощью улюзри арба с разворота бежит дальше у нас мандара однако дойти не может и тем временем команда альянс на верхних позициях уже забирает оставшуюся в интервиверну тут большая проблема у лимб но добить его никак не могут и встречаются наконец с лодой мандара сражаются один на один получится ли здесь его пере воевать и пока что мы видим что не получается потому что остались все таки три в одного но спасли лимба однако потеряли в очередной раз скорые герои команды альянс да при этом продолжает атаку адфином вот в чем дело очень длительная драка 8000 внесли адфином убили трех героев 12000 внесли альянса убили двух героев просто как же много выхиливают здесь и винтера верно но и опять же они дрались под вражеским шрайном что невероятно забустил адфином в ходе этого файта очень-очень странный момент нам показывать команда альянс действительно вроде как неплохо все начиналось но потом когда все идет не так они начинают очень длительно куда-то смещаться и выбирать цели потом когда понимают что у них не получилось это уже оказывается слишком поздно они теряют какую-нибудь ключевую роль что для них очень даже опасно справедливости ради стоит отметить что адфином очень долго гоняли за лимбом они пытались этого вайпера зафокусить он отлично отбросился вайперстрайком при этом он не просто убегал от мадары он еще и пытался с разворотом сделал шаг один раз плюнул сделал шаг один раз плюнул шифтом отличным образом пак уходит из-под хука на топе но здесь его ловят на ультимейт никуда пак уже не спасется фраг все-таки смогли альянсы сделать 20-15-32 минута ну и 600 золота зарабатывать серия из 4 убийств была прервана Йонасом Фэнон и Хэнскин сейчас у нас урной сбил возвращение от Спартана и тем самым пак это подставили поэтому невозможно не стоит больше делать таких вылазок в одиночку несмотря на то что вы вроде как лидируете и ты вроде как максимально мобильный персонаж а там у врагов всего лишь один стан но все равно лишний раз агрессировать так не стоит от Финнам при этом сейчас чувствует себя комфортно по айтему чувствует себя комфортно по контролю за картой и естественно должны планировать сами выходы должны навязывать какие-либо выходы в сторону команды альянса тролль варлор сейчас поражал БКБ очень интересный его и Спартан пытался подсевить боялся что будет какая-то агрессия и попытка убить вражеского кора со стороны альянса но альянса в вражеских лесах сейчас не задерживаются там была попытка со стороны альянса в венга у нас Путч шли в его направлении там Стандарш выдали и решил что лучше побежит под БКБ чем его кто-нибудь по цепи тот самый реплей с паком где ему сбили в общем-то возвращение обратно к киперу ну тут скажем хорошо все-таки разыграли альянса и заигрался сам пак Форстлав от Пуджа и просто ультимей там уже ты никуда не спасешься не хватает только какой-то линзы Пуджу для того чтобы давать самые вот куки которые мы наблюдали вчера тем временем у нас отличный скан от силы света прекрасно не понимают где находится команда соперников и ждут сейчас сражения именно на Рошане и на улице конечно пока день и нет у нас возможности поражать ультимейт от Найт Сталкера но в любом случае совсем скоро у нас будут крайне ограниченные в вижене команда от Пином и Рошана может оказаться крайне опасной наживкой даже для команды Альянс Аегис сейчас собственно определит кто будет дальше выстраивать агрессию на карте потому что с Аегисом Альянс действительно имеет возможность пойти вот в наглую в лоб разбивать Т2 а Тфином с Аегисом соответственно смогут пойти заканчивать и сносить Т3 что у них не получается на протяжении последних там минут 80 после того как они всю карту собственно они генерировали ну и вот они пытаются сейчас переиграть своих оппонентов прожимают смоки и кого-нибудь найти в одиночку либо двоих каких-нибудь задевавшихся членов команды Альянс но это не получается у них сделать потому что команда Альянс вообще сместилась в противоположном направлении и попытаются возможно даже зайти пока переваживают до своих оппонентов и тем самым показывают что там как раз таки у нас есть заход на Рошана успеет ли команда Альянс потому что там Рошан нападает достаточно быстро но недостаточно чтобы они идут не идут Альянсы Альянсы просто сжимаются при этом Мадарата рядом с волком стоит здесь и все будет хорошо он заберет себя Егис Альянсы слишком много времени потеряли и раздумывали идти или не идти до ночи от Найт Сталкера а что дальше тут Дрим Койл пока Ханскина пытается только запусить при этом топоры также мимо лода вгрызает у нас Скайларка Скайларка засейвил maybe next time но там Вайпер разбирается с упортами Мадарата пока славил еще и стан от Винги пытается хоть кого-то подцепить хоть до кого-то дотянуться но ему не позволяет это сделать только сейчас подключается БКБ и минус Ханскин размен один в один теперь уже можно подцепить Лимба Лимб есть стан и тут же сейвит его футш притягивая к себе но это только Аэгис об этом нельзя забывать есть курса при этом Мадару еще и подхили Аэгис по-прежнему на Мадаре и Мадаре идет драться выбивает из лоды еще и Гем плюс для от пина можно идти и давить лайн и далее почему они пошли драться против Аэгиса получилось у Атфином и у нас получится решили они тут знаешь они шли драться именно на Рошанова погибает здесь скорее всего путь потому что Мадаре не отпустит его естественно тут есть еще и сейв от мэйби next time а потерять Аэгис на пустом месте было бы грустным и еще у нас заденайлся пуджик там прекрасная игра Джонаса ну хоть что-то положительное действительно в этом замесе есть но когда вы проигрываете замес который сам инициируете понимая на какие риски вы идете то ситуация конечно все хуже и хуже становится ну что делать сейчас придется уже сражаться против хайграунда дефт некому есть конечно у нас вроде как вайпер выходить но ему тоже не так больше приятно проказ ну может и не пережить а там и Мадара подойдет нас стреляет основная проблема когда вы запушиваете против такого пика альянса хг это пудж который вас может подцепить но пудж мертв и спокойно сносится т3 бараки как мы уже говорили не столь существенные сейчас бы т3 уничтожить они успевают это сделать и Мадара убивает еще и лимпа есть свап и гм вроде собственно на это и был расчет но помним тролль варлорд по прежнему с аэгисом ну и сейчас мы от финном у нас будут отступать обретели телепорт и не секунды не раздумывали нас анилоды не елсом и тем самым отпукивают команду от финном и бит есть пошла ночь будут ли воевать дальше потому что бежит уже нас Night Stalker но понимают что ситуация невыгодная ловит его на Dreamcoil здесь так и тут же кукают обратно под защиту вышек это был просто байт от финном не собираются отступать по всей видимости куда-то далеко они просто отойдут возможно разобьют шрайн при этом нужно будет делать это быстро и вновь они хотят драться со разворотом и бедных станем попытался подцепить кучу ультимейт пока идет Мадаро этого прежнего айгис который так и не смогли выбить только сейчас его убивают лода подключает рейдж пытается подцепить спартана и просто забывает про кор позицию от финном пока же скайларк в инвизе тут же хук просто залетел от пуджа а Мадаро расправляется со всей командой альянс чуть ли не в соло суппорты конечно же ему помогают лода в стане без маны рейдж на последнее подключил возможность пару раз ударить спартана за что и наказывают байбеки есть это единственная надежда альянс да вот видишь опять на отходе захотели подраться вроде начали за здравие но пошло совершенно все не так почему-то очень долго у нас лода фокусировала совершенно не то показывают 11 тысяч урона нанесла команда альянс но она погибает вот в чем дело не хватает им демеджа чтобы справляться с подхином со стороны Винтера Виверна ну вот пытается уже делать байбеки фета воевать там находят на сталкер очередной раз всего конечно же никто не простит таким образом Мандара его разрубит напополам и отправит в таверну а в очередной раз своего свирепского товарища тролль Вардард и никаких возможностей чтобы здесь хоть как-то защититься хотя снизу горит база у команды Адфином но так ли это важно туда улетел Мэйвенэкстайм это кстати важный момент потому что Винтер Верна не сможет никого в колбу подсейвить но ее возвращает конечно же Спартан и переключаться будут на топ Адфином вот не та команда которая отойдет из-за того что у них базу крипы пушат страшные они думают да мы снесем им сейчас еще одну линию какие там крипы о чем вы говорите действительно тем более что у нас появляются у Мандара и Сатаник теперь он готов сражаться бесконечно долго и с любым противником с любым количеством этих самых противников сколько им байбеков не подвози все ему на радость и он с вами тем не менее попадает хуком но тут пак и получится ли его переиграть и получается даже Юл вынужден прожимать однако опять Винтер Скёрс успеет ли добить здесь Фингу успевают сделать и снова в четвером сражаться предстоит Мандара подцепили на дрипкоил здесь вайбера его пытаются пожить слушайте Йонс ФМ спасает однако теперь Лода стал целью и прячется у нас он в инфест и получится ли у него здесь выжить в результате но его должен контролировать мэйбер но его должен контролировать maybe next time успевает засейвить себя в колбу и по прежнему рядом есть у нас пак и пак не будет лоду отпускать играет шифтом тем временем Скаларк убивает лимпа а лимп без байбека 70 секунд Мандара добивает сейчас также и лоду и кажется что первая карта просто уже летит в руки греков потому что дефаться абсолютно нечем сейчас и Пуджа будут убивать уже под Т4 все возможные шрайны он прожал между флажочками прошелся но что ты сделаешь то с таким количеством дэмэджа от Тролль Варлорда ГГБП побеждают от Финнам на первой карте данного Бест оф Три браво просто в очередной раз невероятно агрессивную игру они демонстрируют и вновь приносят им это свои дивиденды стратегическая разведка от команды Альянс вновь показывает себя крайне интересными вариациями развития событий но видишь они решили взять капитан мод пик и у них не вышел потому что не было всех героев необходимых для этого они попытались играть по правилам они пытаются играть по правилам уже третью игру подряд но знаешь вот нахождение в нижней сетке в нижней части европейской группы это скажем так намекает ребята вам нужно что-то поменять и при этом Альянсы когда им позволяют играть по-своему вот что мы видели вчера против Нипова опять же они набирают преимущество и спокойно выигрывают карты но против от Пиннам у них это не получится если они хотят отомстить ОДжи им нужно резко включаться в агрессивную доту посмотрим сейчас на статистику что же нам она покажет сколько же у нас 13-1 Мадар его один раз всего лишь убили и больше не беспокоили на линии мы помним как он начинал ему вообще никто не мешал и потом в общем-то за всю карту за все эти 30 минут ему помешали только один раз вопрос почему и здесь ответ тоже конечно же очевиден ребята занимались чем-то непонятным даже Венгала вроде как помогала периодически те самые свапы с ее стороны вроде полезно скажем так у Альянса все-таки был хороший плюс они вначале очень сильно задавили мидера команда Дфином и Пак действительно страдал но забывать о вражеском коре если игра заходит в лейт это опрометчиво что мы собственно с вами и пронаблюдали что же друзья мы естественно с вами не прощаемся продолжается у нас игровой день который будет невероятно насыщенный после завершения данного Беста в 3 нас ждет еще игра с ОДжид собственно команда которая здесь победит посражается вновь с этим знаменитым коллективом сейчас же перед тем как послушать немного музыки и поделиться впечатлением в чатике Твича мы вам напоминаем про розыгрыш в пак и это в д и